МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Конкретные проекты, итоги Ялтинского экономического форума обсудили на совещании у главы Чуваши. МЧС за безопасное детство. Спасатели Республики провели образовательную акцию для школьников. Открыли сезон спортсмены столицы и устроили велопробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В Доме правительства подвели итоги социально-экономического развития Республики за первый квартал. По данным Минэкономразвития Чуваши, темпы роста промышленности с начала года превысили 5%. Так в регионе наращивают объемы предприятия, производящие электротехнику, продукцию для железных дорог и компоненты для автомобилей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Спрос на гетероструктурные модули новочебоксарского предприятия «Хевилл» продолжает расти. Этой зимой на заводе произвели большую партию батарей для строительства двух электростанций в Оренбурге. С начала года были увеличены объемы выпуска авиаприборов и техники для модернизации Байкало-Амурской магистрали. Оборудование железнодорожной тематики авиаприборов это компания «Лара» в адрес Байкало-Амурской магистрали «РЖДМ». Завод «Вильтоприбор» в адрес компании «Сухой», компании «Иркуты», «Аэроэлектромаж». В Грузии увеличили объем производства. Восковольтное оборудование увеличение компании «Промэнерго». Увеличивают темпы и машиностроители Чуваши. С начала года было выпущено более 200 грузовых вагонов и порядка 30 бульдозеров. В втором квартале 45 машин законтрактованы, и контрактация еще идет. Вместе, то есть увеличение объемов контратора вагона тянет за собой увеличение объема производства, литейного производства, это промолита нашего. Единственное, в структуре предприятия сократилось на 2%, это производство чугуна на агрегатном заводе. Неплохие перспективы открываются и перед производителями ткацких машин. Сейчас ведутся переговоры о поставке станков в Турцию, а это дополнительные доходы и рост объемов внешнеторгового оборота. У нас появились дополнительные окна возможностей, и наши предприниматели используют эти возможности. Это очень хорошо, значит, тем более водительный коридор очень хороший. В прошлом году, если мы взять, на 495 миллионов долларов продали. На общую картину отражается негативно падение объемов ввода жилья. Снижение спроса на квартиры только одна из причин. Существенная проблема строительной сферы – неэффективный контроль за использованием бюджетных субсидий, которые выделяются на улучшение жилищных условий. 41% дома построили, но в них проживают, но не оформили. Соответственно, налоги инспекция не может налоги получить. А каждые пятые, точнее 22% деньги получили, не строят. Это я привел по федеральной программе жилища, которая мы тоже в условии софинансирования обеспечиваем. Полагаю, там несколько тысяч квадратных метров можно только по нашим государственным республиканским программам направить. А мы не набираем. Изучить проблему глава региона поручил руководителю Минстроя. Полный анализ конкретными выводами по улучшению ситуации в строительной сфере необходимо представить не позже августа. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Чувашская делегация приняла активное участие в работе Ялтинского экономического форума. Первые итоги подвели сегодня на еженедельной планерке. Глава Чувашия Михаил Игнацев провел деловые переговоры с руководителями полуострова и принял участие в пленарном заседании. Ключевая тема форума – развитие межрегиональных связей. Сотрудничество двух республик набирает темпы. По итогам прошлого года товарооборот едва не достиг отметки в 400 миллионов рублей. В ближайшее время делегации Крыма посетит с рабочим визитом Чувашию. Партнеры заинтересованы перенять опыт в реализации государственных программ. На полях Ялтинского экономического форума провели сессию для уполномоченных по правам предпринимателей. В ее работе принял участие и бизнес-омбудсмен Чувашии. Александр Рыбаков отмечает, что на обсуждении вынесли немало актуальных вопросов. Начальник управления генпрокуратуры сообщил, что изменения в надзорных каникулах для малого бизнеса не будет, но тем не менее изменится порядок контроля мест массового скопления людей. Ну и также говорили о возможностях расширения полномочий региональных уполномоченных, в том числе по участию в судах различного уровня. Четырех из пяти случаев после возбуждения уголовного дела бизнес разрушается, частично или полностью. И, соответственно, акцент был сделан на том, чтобы и дальше использовать домашний аренд, арест, либо добиваться прекращения уголовных дел. Специальный репортаж о работе Ялтинского экономического форума смотрите сразу после выпуска новостей. В Чувашии формируется новый состав общественной палаты. Глава региона Михаил Игнатьев встретился с кандидатами в члены организации. Полномочия действующего состава истекают в этом году. Новая команда будет работать в расширенном составе. Теперь общественная палата формируется из 33 человек. Вот уже 8 лет этот институт гражданского общества активно участвует во взаимодействии жителей республики и органов власти. Самая главная наша задача, чтобы учитывать мнение большинства жителей Чувашской республики. И мнение большинства для нас всегда является инструментом для принятия тех или иных решений. Общественная палата работает исходя из проблем, которые поднимают и граждане, и общественные организации. Каждый член палаты отвечает за конкретное направление. В этом году количество общественников увеличивается. В числе новых кандидатов вице-президент Межрегиональной общественной организации Чувашский национальный конгресс Анатолий Ухтияров. И Юлия Аланова – председатель правления Чувашского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». На встрече Аланова поделилась достижениями проекта школы. Только за три месяца этого года ее участники уже стали обладателями 21 гранта. Молодежь активно в это включилась. Они уже за нами бегают, у них глаза горят, у них куча проектных идей. Мы с помощью своей предыдущей школы помогаем нам дописывать. Вот 11 кандидатур в состав палаты от главы Чуваши. Еще 11 представит Госсовет Республики. А оставшиеся 11 членов палаты избираются из числа представителей местных, районных и городских организаций. Окончательный же состав общественной палаты определится в июне. Он будет исполнять свои обязанности три года. В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. В республике проводятся различные мероприятия по их профилактике. Сегодня в Доме правительства прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Интернет – один из основных источников опасности. В сети десятки сайтов, призывающих студентов и школьников к экстремизму. Многие из них дают подробные рекомендации к действию. Несмотря на то, что специалисты Роскомнадзора ежедневно блокируют множество таких порталов, на их место быстро приходят другие. В Чувашском республиканском институте образования проводят курсы повышения квалификации для учителей, которые должны обеспечивать информационную безопасность в школах. Свободное же время детей должны контролировать родители, в том числе интересоваться сайтами, которые они посещают. Поэтому мы сейчас проводим большую профилактическую работу через родительские комитеты, попечительские советы, родительские собрания для того, чтобы родители больше внимания обращали на то свободное время, когда их дети находятся в интернете. Это первое. И второе. К сожалению, надо сказать, что мы вынуждены сейчас приглашать экспертов из Казани, из Москвы, для того, чтобы они проводили курсы повышения квалификации. В первую очередь для наших работников, для студенческой общественности. Нет у нас специалистов, которые могли бы, будем говорить, доступно и толково объяснить те угрозы, которые таятся сейчас в сети интернет. Нужно обучать и классных руководителей. Как действовать, если они заметили проявление экстремизма у ученика, подчеркнул глава Чувашии. Когда классный руководитель в школе видит, что ребенок неадекватно себя ведет по поведению, да, они должны своевременно представлять эту информацию для того, чтобы специалисты уже реагировали, комплексно оценивали и с родителями приняли те или иные меры, которые мы обязаны принимать. А когда все это умалчивается, когда уже ЧП, это, я говорю еще раз, поздно. Особое внимание при профилактике экстремизма уделяется иностранным студентам. В республике сегодня в 15 вузах обучаются несколько сотен молодых людей из других государств. С ними регулярно встречаются представители учебных заведений, проводят беседы. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. В столице Чувашии стартовали субботники. В парках, скверах и других общественных пространствах навозят порядок сотрудники городских служб и сами чебоксарцы. О том, как город готовится к майским праздникам, говорили сегодня в столичной мэрии. Во всех районах города сейчас вырубаются сухостойные деревья, вывозится мусор. К слову, за прошедшую неделю из столицы уже было вывезено 13 тысяч мешков мусора. В экологических субботниках приняли участие более 17 тысяч человек. На этой неделе субботний мероприятий будет проводиться зависимости от погоды. Будем ждать хорошую погоду. К концу недели будем надеяться, что земля уже подсохнет. Также на территории города есть запланированных 100 мест запланированных ТПО. Уже начата работа и уже убрано 7 участков. Работа будет активно продолжаться. Время погоды ловить, Владимир Иванович планы корректирует. Все ждут от нас подготовленного города к первомайским праздникам. И мы совместными усилиями и привлечением горожан должны это сделать. 1 мая в Чебоксарах традиционно пройдет митинг-шествие. В нем примут участие сотрудники предприятий, профсоюзы, студенты, руководители города. Сбор и формирование колонн праздничного шествия планируется с 9 утра на улице Николаева и в сквере Чапаева. Шествие начнется в 10.00. Колонну возглавит духовой оркестр. Особое внимание в этот день будет уделено вопросам обеспечения безопасности. В местах проведения праздничных мероприятий, а также непосредственной близости к ним, будет запрещена парковка транспортных средств по всему маршруту движения демонстрации. При невозможности самостоятельного удаления транспортных средств из указанных зон будет применена принудительная эвакуация. На данном мероприятии предусмотрены 7 автодуклат. Праздник весны труда будут отмечать на нескольких площадках города, в парках культуры и отдыха, перед дворцами культуры, в библиотеках. Праздничные мероприятия также пройдут во всех учреждениях образования, культуры и спорта. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Александр Петров. Республика. В Чувашском государственном театре юного зрителя сотрудники МЧС провели акцию за безопасное детство. А началась она с выставки спасательной техники, которая развернулась прямо перед зданием театра. Ребятам так и хотелось сесть за руль этих необычных автомобилей. Спасатели только и успевали отвечать на все детские зачем и почему, показывая устройства пожарных машин и различных инструментов. Затем в фойе театра каждый мог примерить противогаз, костюм пожарного, спасательный жилет. Ребятам рассказали, как быть в случае выброса хлора, аммиака, что делать в первую очередь, если загорелось помещение. И как вести себя на воде, если случилось ЧП. Как правильно одевать жилет? Смотрите, правильно, застегнул молнию, застежку. В зале театра юные зрители попали в сказку Сергея Ильницкого пожарная команда. Их герои, дети и их игрушки-звери. Они находят в себе приключения, но благодаря своим знаниям правил безопасности выбираются из них живыми и здоровыми. Постановка учит ребят правильно действовать в экстремальных ситуациях. Я пожарный Медвежонок Миша. А я Оля, учениц 3-го Б-класса. Очень приятно. А вы кто? А я Коля. Спасибо. Если бы не вы, стоил бы на запасе. Что же, это моя работа. Здесь же развернулась выставка детских подделок и рисунков победителей республиканского этапа конкурса. Лучшие из них будут представлены в Москве. Раз в год национальная библиотека Чуваши открывает свои двери даже ночью. Минувшую субботу здесь происходило нечто невообразимое. Участники уже традиционной акции «Библия ночь» проходили всевозможные конкурсы, соревновались в знаниях. Подробности у Алексея Табинова. Хорошая библиотека – величайшее сокровище. Тем более, если в ней можно не только поучить, но и проверить свои знания. Для этого библиотекари придумали целый норматив ГТО. Но расшифровывается эта аббревиатура у книголюбов по-своему. Главное – творческая обстановка. Сейчас мы проходим интеллектуальное ГТО. У нас пять испытаний. У каждого свой вот такой зачетный лист, где на каждой станции нам выставляют баллы. Затем баллы будут просуммированы и назван победитель. Мы надеемся, что это будем мы. Мы поднимали книги. Да? Что мы еще делали? Мы участвовали в логической викторине. И вот здесь быстро читали. Отвечали на вопросы. И отвечали на вопросы еще. В библиотеку ходят и большими дружными компаниями. Иначе как проявить себя в интеллектуальном турнире «Что, где, когда»? Уже третий год подряд команда Чебоксарского завода «Элара» подтверждает статус самого эрудированного коллектива. «Библионочь» в нашей интеллектуальной, можно сказать, тусовке – это такое событие, достаточно значимое. Готовиться к ней, как-то особо, может, не готовимся. Но мы, поскольку каждую неделю играем, мы, в общем, готовы всегда. Вопросы были достаточно трудные. У нас вот три раунда было. Если первый был немножко, можно сказать, разминочным, то второй и третий достаточно сложные. В этом году «Библионочь» прошла под слоганом «Магия книги». Ведь, несмотря на наличие интернета в каждом доме, он не сможет передать шуршание страниц и запах книжного переплета. Алексей Табинов, Ирина Волкова, Игорь Зверев, «Республика». Велосипедисты в эти выходные массово открыли сезон. На улицы города организованно выехали почти тысячи чебоксарцев. Традиционно велопробег перед майскими праздниками посвящают годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне. Погода выдалась. Солнце, сухой асфальт и сотни наездников со своими двухколесными конями. Впрочем, количество колес не у всех совпадает. Верного помощника в дороге Михаил Севрук собрал несколько лет назад. Детский трехколесный, он уже совсем по другому устроен. Здесь дифференциал сзади стоит, многоступенчатые передачи, дисковые тормоза. Праздник велосипедистов в городе организуют уже седьмой год подряд. Количество участников варьировалось от пяти сотен до полутора тысяч человек. В этот раз на Красной площади собралось более 950 жителей города. Стала доброй традицией накануне майских праздников проводить вот этот замечательный, прекрасный праздник велопробег. И стала, наверное, это в первую очередь память о наших дедах, прадедах, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто не вернулся с поля боя. Ну, конечно же, это праздник всех тех, кто любит велоспорт. Сегодня такая хорошая погода, такой здоровый, бодрый дух. Очень хорошо и мы рады жить, что мы в городе проводим такие мероприятия. Классно, здорово. Мне нравится кататься на велосипеде. Почему? Можно быстро кататься и делать трюки. Настолько массово собраться на велопробег – это тоже трюк и довольно эффектный. Старк! Поехали! Удачи вам, пути, друзья! Пусть и воды! Каждый пойдущий туда вращуя! Пусть это весна придет каждому пенсию с этим велопробегом! Велосипедисты стартовали на Красной площади. Далее маршрут пролегал по Московскому мосту, Московскому проспекту. На кольце роща колонна развернулась и отправилась назад. До финиша напротив Чувашского драмтеатра. Погода была замечательная, хотя обещали дождь, дождя не было. Солнышко светило, относительно тепло было, народу было много. Так что праздник удался, я считаю. Хороший был пробег. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. 24 апреля, во вторник, вместо информационной программы Республика, смотрите отчет главы Чуваши о результатах деятельности Кабинета министров нашей республики за 2017 год. А впереди еще много полезной информации. Я же с вами прощаюсь. Итак, три, два, один, ура! Завыстили! Революция в скоростях мобильного интернета свершилась. Стандарт LTE Advanced отныне в Чуваши. На территории Республики Мегафон первым запускал технологию 4G в 2012 году. И сегодня мы запускаем следующую технологию, технологию 4G+. Так называемый LTE Advanced. Он отличается тем, что абоненты теперь смогут получать скорости на своих мобильных устройствах в разы превышающие скорости в обычности 4G. Сразу после запуска журналистам и блогерам демонстрируют возможности сети. Стрелка спидометра показывает значение в 300 мегабит в секунду. Это значит, что фильм можно скачать всего за минуту, а 10 песен высокого качества за 10 секунд. Чтобы получить такие скорости мобильного интернета, достаточно иметь телефон, который поддерживает стандарт LTE Advanced и сим-карту оператора. Ничего настраивать дополнительно не нужно, ничего доплачивать дополнительно не нужно, активизировать тоже ничего не нужно. То есть этим абонентам автоматически доступна более высокая скорость передачи данных под тем же самым расценком. Характеристики формата LTE Advanced позволяют не только обеспечить комфорт при загрузке данных для рядовых пользователей, но и поднять на новый уровень телекоммуникационную инфраструктуру региона. Правительство Чувашии и Мегафон подписали соглашение. Оно призвано объединить усилия сторон в развитии цифровой экономики и внедрении новых технологий в отраслях, связанных с хранением, передачей и обработкой данных. К примеру, телемедицина, умные технологии в ЖКХ и транспорте, проект «Безопасный город». Садоводы и огородники информация для вас. Совсем скоро начнется активная посевная. Значит, самое время запасаться качественной рассадой и средствами, которые защитят и приумножат будущий урожай. В Чувашском филиале Россельхозцентра уже подготовили все необходимое. Тысячи проросших семян овощей и цветочных культур набираются сил в теплицах. Заметьте, это высококачественный посевной материал с крепким иммунитетом и хорошими перспективами. Его изготавливают по всем правилам агрономической науки с использованием передовых биотехнологий. Семена обрабатывают специальными веществами, которые защитят их в дальнейшем от всевозможных болезней. Мучнистый рассы, фитов, торозы, корневой гнили и других диагнозов. Кстати, ризобактерии, а именно они входят в состав препаратов, можно использовать на любой стадии развития растений. Они безвредны для человека, животных, птиц и насекомых, так же, как и бактериальное удобрение. Препараты производят в лабораториях Чувашского отдела Россельхозцентра. Их тоже можно приобрести для дачно-огородных нужд. Чтобы получить экологически безопасное средство защиты растений, стерильную питательную среду засевают маточной культурой бактерий. Двое суток качают в качалке для насыщения кислородом, затем возливают по емкостям и отдают на реализацию. Есть и ферментатор мощностью 650 литров. Запуск этого ферментатора нам теперь позволяет большими партиями, как серийное производство, производить наши биологические препараты. А вот на качалках мы можем отдельными партиями, при поступлении заказов от наших сиркознодородителей, производить на качалках. Надо отметить, что биологические препараты, конечно, снижают пестицидную нагрузку. Применение биологических препаратов является одним из основных факторов для производства экологически чистого продукта. Одно из новых направлений работы филиала Россельхозцентра – производство агрохимикатов, которые стимулируют рост и развитие почвенной микрофлоры, усиливают азотный, фосфорный, калийный и углеводный обмен у растений. Гуматы – это как витаминный комплекс для растений, повышают их стойкость, ускоряют созревание, улучшают качество урожая. Приобрести рассаду, биопрепараты, химикаты и получить консультации по их использованию можно в Чувашском филиале Россельхозцентра и его отделах в районах республики.